В США проходит очередный праймерис. По итогам первичных выборов в Кентукки и Орегоне может быть определен кандидат от демократов. Это произойдет в том случае, если в обоих штатах победит Хиллари Клинтон. Для выдвижения официальным кандидатом от партии «Осла» экс-госсекретарю США не хватает около 140 голосов делегатов съезда. У республиканцев все проще. Остался один Трамп, который, по всей видимости, получит все необходимые для автоматической номинации голоса однопартийцев. И все-таки эндрига сохраняется. Республиканский истеблишмент поговаривает о возможности выдвижения альтернативной миллиардеру кандидатуры. За предвыборной кампанией следит мой коллега Евгений Маслов. У него я рассчитываю знать все подробности. Евгений присоединяется к нам в эфире. Приветствую, как идет голосование. Приветствую, Лиза. Чем любопытны сегодняшний праймерис, так это тем, насколько вплотную смогут приблизиться к необходимому для автоматической номинации на партийных съездах числу делегатов Хилари Клинтон и Дональд Трамп по итогам голосования. В Кентуккии у демократов будет определяться судьба 55 делегатов. У республиканцев в этом штате победу на первичных выборах в марте уже одержал Дональд Трамп, набравший более 35% голосов. В Орегоне праймерис как у демократов, так и у республиканцев. У демократов на кону голоса 61 делегата, у республиканцев 28. Согласно последним опросам, проведенным в Орегоне, фаворитом в этом штате считается у демократов Хилари Клинтон. Ее готовы поддержать 48% избирателей, в то время как ее соперник Аберни Сандерса 33. За Трампа в штате Орегон, согласно опросам, готовы отдать голоса 45% избирателей республиканцев. Его бывшие соперники Круз и Кейсик пользуются здесь меньшей популярностью. За каждого из них были готовы проголосовать, согласно опросам, чуть более 10% избирателей. Сандерс недавно, напомню, выиграл праймерис в Индиане и в Западной Вирджинии, но это не помогло ему существенно приблизиться к Хилари Клинтону. Он значительно отстает, хотя и не сдается. Я еще не проиграл. Увидим, что получится. Мы очень напряженно работаем в обоих штатах с тем, чтобы привлечь избирателей на свою сторону. Хилари Клинтон проводит много времени в Кентукки и тратит там много денег на агитацию. Я думаю, она понимает, что там мы можем добиться успеха. После того, как Трамп фактически стал единственным кандидатом от республиканцев, интерес представляет теперь его заочная полемика с Хилари Клинтон и Берни Сандерсом. Оба кандидата считают, что избрание Трампа президентом было бы катастрофой для страны. И на этом сейчас фокусирует свою риторику Хилари Клинтон. Вы задаетесь вопросом, что будет, если президентом страны станет человек в центре предвыборной кампании, которого антиисламская риторика? Как это может усложнить ситуацию? Как тогда мы сможем объединить коалицию для борьбы с ИГИЛ, если большинство ее членов – мусульманские нации? То, что Трамп говорит о международной политике, это не просто оскорбительно, это опасно. Я напомню, что согласно опросам популярности, проводящимся сейчас в США и строящимся на предположении, что на выборах президента будут выставляться кандидатуры Хилари Клинтон и Дональда Трампа, демократ Клинтон опережает Трампа по популярности примерно на 3%. То есть это не очень большой отрыв. Лиза. Спасибо, Евгений. Евгений Маслов у предвыборной кампании в США.